Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тигелим. Сегодня у нас восемь четвертый псалом. Серьезный псалом такой, на него много толкований. Первое, с чего начинается, это если человеку нужно купить или снять хорошее жилье, чтобы оно было даже благословенное, чтобы в этом именно месте, где ты снимешь или купишь, у тебя все было хорошо, обязательно читают этот псалом и он помогает. Есть еще такое в древних книгах, что если тебя что-то попросили, друзья или знакомые, чтобы исполнить просьбу этих друзей, чтобы проявить милосердие, справедливость, обязательно читают тоже этот псалом, потому что часто человеку свойственно забывать и не доделать. Вообще мудрость этого псалма очень большая, есть много толкований, так сказать, духовных, но суть их сводится к тому, что именно обретая духовные силы, человек познает Тору, Творца и близость к Богу, и вот это вот является искренним счастьем. Идем дальше. Рэба говорил вообще в комментарии к этому псалму, что людям, которые вступают в возраст, не надо уступать обычному традиционному взгляду и отказываться от платформного образа жизни. Наоборот, они должны использовать свои дополнительные годы и накопленный опыт, чтобы идти дальше, и это толкование к этому псалму, от силы к силы сказано. Что еще? Иногда есть люди, которые, ну, пострадали от насилия, у которых бывает, ну, какие-то сломлена психика, тяжело жизнь и так далее, они пребывают в страхе, депрессии у них и так далее. Чтобы помочь таким людям, безусловно, используют восемь четвертый псалом. Надо что сделать? Надо взять в стакан воды, прочитать на него семь раз этот псалом, дать человеку этому пить в течение трех-пяти, там, лучше пяти дней. Еще обязательно умываться этой водой каждый день утром и перед сном. И написано, что этот псалом уникально восстанавливает душевное состояние, возвращает человека к жизни. Что еще? После болезни, это вообще восстановительный псалом такой, после болезни написано от слабости, когда после болезни человек не может прийти в себя, читают этот псалом, вообще делают так, это тоже берут новый совершенно, новую, ну, чистую чашечку там, или наполняют водой, причем не вынося на солнце, что вода, которая не видела солнце, называется. Читают восемь четвертый тигелим над этой водой и затем ополаскивают больного человека, это очень хорошо действует. Будем, там есть еще кованые специальные сосредоточенности, но не будем в это уходить. Что еще? Что если человек просто хочет пить, говорил Бен Ишхай, вообще вот когда ты воду хочешь пить, перед тем как пить, прочти восемь четвертый псалом и вода принесет тебе в два раза больше пользы, чем так. После перенесенных болезней, я уже говорил, но тут дополняют, когда чувствуется слабость, если, ну, боишься, что болезнь вернется, нужно утром натощак взять плоскую такую тарелочку, положить на нее кунжутные семена, перед этим помыть руки, всю правую руку, вот так вот, ну, как бы, лизнуть языком, выложить на тарелку с кунжутом те семена, что прилипли, вот так вот и снять их, ну, и сказав баре приодома, и написано вот о слизывании этого кунжута убирает болезнь. Что еще? Микуболим советуют натощак ежедневно съедать два финика в толковании, это к дополнению толкованию, когда мы говорили о здоровье, и тоже, запивая водой, тоже уходит болезнь. До полного восстановления это делается. Ну вот, пожалуй, все. Прохова от слаха. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...